Доброго времени суток, с вами снова Наташка, добро пожаловать на райские острова серия номер 3. Сегодня у нас будет чудесный денек, сегодня пятница, скоро выходные, кстати, у тебя выходные? Да, отлично, сегодня последний день работы на этой неделе и второй день работы, надеюсь, у нас этот второй день работы будет гораздо лучше, чем предыдущий первый, потому что, как вы видите, у нас тут просто, ну, уже на красную черту перешел декатор успеха, к сожалению. И, кстати, да, я тут заметила, что нам нужно поднимать логику, так что сегодня наша жена Арелька зайдет в книжный магазин и купит какую-нибудь книжечку. Ну и помимо, мы сегодня вместе с нашей собачкой Кейси посетим фестиваль, ну, если он до сих пор сегодня идет, нет, наверное, он не идет уже, давайте проверим, идет он или нет. Я надеюсь, фестиваль идет, да, мы посетим с вами вот этот парк, где проходит фестиваль, и я хочу для нашей Арельки найти какую-нибудь подружку. Кермет уже скоро отправится на работу, весьма у него странный костюмчик, вы заметили? Кстати, он сегодня встал, он сегодня встал пораньше, чтобы как можно больше успеть там помыться, чтобы не быть грязненьким. Блин, холодный душ, 3 часа будет висеть этот мудлет, но, в принципе, настроение у него хорошее. Вот этот мудлет дает ему плюс 10, а этот мудлет отнимает минус 10. Ой, господи, надо поменять нам душ, но для этого нам нужно заработать как можно больше денег. Я вообще хочу сегодня еще потратить время на зарабатывание денег, потому что я уже хочу родить ребеночка, забеременеть. А он читает какую-то книжку перед работой, мода для отшельников. Тебе стоит логику читать, а не эту книжку, ну хотя бы, не знаю, может досуг немножко поднимет. Да, он поднимает досуг, так что давайте мы перемотаем, скоро уже через примерно 7 минут, 6 минут за нами приедет машина. А Релька хочет завести еще на собаку. Слушайте, если уж мы кого-то заведем, то, наверное, кошку, поэтому мы можем выбрать вот это желание и, возможно, мы заведем в будущем кошку. Немножечко подождем, может быть, ну немножко повременим, потому что сразу 300, не знаю, животных заводить, мне кажется, тем более у нас дом не такой большой. В общем, Релька, давай вставаем, скушай, пожалуйста, ламинарию, и мы уже должны отправиться в книжный магазин сначала. Собачку с собой тоже прихватим. Кстати, собачка тоже должна встать и немножко погрызть косточку, чтобы как бы немножко поднять свое разрушение, ибо мы отправляемся гулять. А нужно для прогулки хорошее настроение. Кстати, собачка хочет побегать. Ну, отлично, сейчас она обязательно побегает. Господи, как чайки просто орут, пищат в уши, аж болят они у меня. Давайте мы немножко поплаваем. Так, моя собака тут тоже лает на дверь, потому что там пришли. Мама моя пришла, погуляла со старшей собакой только что. Ну, в общем, короче, Кейси активно играет со своей косточкой, очень мило и радостно. А Релька сейчас собирается немножко поплавать, поднять свое увлажнение, а Кермет отправляется на работу. Как у тебя пожевать работу? Успех? Успех, успех. Вроде он не двигается, не опускается, не поднимается. Ой, бокалейная лавка, закусочная. Подождите, а бокалейная лавка, это не книги случайно? Господи, какая классная озвучка этого полицейского участка. Так, может быть, мы выберем что-нибудь интересное. Безденчат, спать. Давайте просто рутинная работа, не будем ничего выбирать. Особенно упорно мы не будем работать, потому что настроение у нас не самое лучшее. Но холодный душ уже скоро пропадет, отлично. А Релька немножко поплавала. Увлажнение у нее примерно, ну, хорошо поднялось, в принципе. Так, к нам бежит почтальон. Давайте мы посмотрим, что нашей собачкой. Она смотрит в окно. Ага, она наблюдает за своей хозяйкой, как та плескается в водичке. Нет, она смотрит в другое окно, совершенно противоположное. Так, давайте собачка тоже выйдет сюда. Мы сейчас возьмем поводочек и пройдемся по острову. Тут рядом есть парк по целую солнца, поэтому давайте мы выберем направление в этот парк. И как раз потом напротив перейдем в другой, где проходит фестиваль. Но на самом деле, возможно, она будет слишком долго идти. И нам, возможно, надо будет взять такси. Почему ты не идешь, дорогая моя? Отправься на прогулку со своей собачкой. Собачка чем-то занята, видимо. Что-то у нас не получается. Я не знаю, почему. Ладно, давайте мы вместе с ней отправимся в этот парк. Просто на такси. Не будем брать поводок, ошейник. А просто так отправимся на такси. Это будет гораздо быстрее. Время идет уже 10 часов 30 минут. Нам уже надо как можно скорее находить подружку лучше. Кстати, у нас есть там какие-то претенденты в знакомых? У нас сиреночка есть. Ну, она же наша двоюродная сестренка. Ой, господи. Да, двоюродная сестренка. Нет. Да, двоюродная сестренка вроде. И так, тут какая-то дама черноволосая. Тами Ополи. Интересная фамилия у тебя. Так, Жанетта. Надо, кстати, мы сейчас посмотрим. Тут, кстати, у нас много вариантов дамочек. Надо со всеми ими познакомиться. Пускай они у нас будут просто друзьями. А вот эта дамочка, я бы хотела с ней познакомиться. Что, дождь, что ли, пошел? Ладно, в общем, давайте мы как-то... Не поймать ее никак. Давайте мы с ней дружески познакомимся. Дружески поприветствуем ее. Собачка с нами. Вместе у нее голод. Блин. Она что, не успела поесть перед уходом? И так, мы поприветствовались с этой дамочкой. И давайте мы что-нибудь интересное о ней узнаем. Ой, смешно. Давайте забавную историю расскажем. Сразу ее развеселим. Так, как ее зовут? Милюзина? Кто такое имя придумал интересное? Вообще. В общем, короче, мы с ней просто познакомимся. Ой, Китти тут гуляет. Слушай, здесь Китти похожа на леопардика. Маленького. Мурка-кошка. Я хочу с ней познакомиться. Так, окей, сейчас мы... Перейдем к животному. Мы больше любим животных. Она, причем, кстати, нами интересуется. Очень даже неплохо. Видите, у нее вопросики в мыслях. Закачивает, пожалуйста, общаться с дамочкой. Соревнования между двумя симами. Кто быстрее? Вот этот чувак с иракизм. Ну, конечно же. Ну, мужчина. Мне кажется, ему проще... Съесть эти хот-доги. Итак, давайте мы пообщаемся с кошечкой. Кстати, я никогда в Sims 3 не приручала животного с улицы. Вот у меня... Что-то у меня не получилось такого сделать. Я не знаю. Наверное, надо... Или приручала. Что-то я не помню уже. Я чаще всего звонила в приют и... Типа говорила, что мне нужна кошка. Но с улицы я не брала кошеньку. Я не знаю. Наверное, надо развить с ней хорошие отношения. И потом уже... Посмотрите, она, кстати, нам далась расчесаться. Удивительно просто. Может, она доверяет рейке? Татья у тебя взяла мороженое. Как-то наш кермет работает. Работяга. Посмотрите, у него улучшается. Ага. Зелененькая. Отлично. Ты молочиночка. Ты... Просто чудо. Жена тебя сегодня расцелует вечером. Я уверена, кстати, она тебе подарит замечательную книжку. Которая тебе пригодится для работы. Кстати, надо будет зайти в книжный магазин и забыть. Что можно сделать еще с этой кошечкой? Поднять питомца. Привязанность. Говорить. Давайте поговорим с этой кошечкой. Дать лакомство. Мы, наверное, если сейчас уйдем в книжный магазин, мы, наверное, эту кошечку потеряем. Ну, не потеряем. Она уйдет куда-то. И мы ее... Маловероятно, еще где-то встретим. Потому что кошечек тут полно. Хотя, может... Посмотрите, какие у нее глазки милые. Боже мой. Посмотрите на это чудо маленькое. Так, ты что отвернулся-то, а? Я хотела на твои глазки посмотреть, а ты отвернулся. Дорогая моя. Куда пошла? Уйдю, какая милая. С ушками такими. Нос у нее, конечно, длиннющий. И сама она такая полненькая кошечка. Очень мне нравится ее расцветка. Давайте мы немножко с ней поиграем. А вообще у нас как отношения там? Как-то вообще стремно. Мы, кстати, должны еще не забывать про свою собачку. Собачка хочет побегать. У нее есть желание побегать. Давай побегай. Исполни свое желание. Нам пригодятся какие-то награды. Кстати, мы ее, кстати, можем омолодить еще что. Ну, как это назвать? Там, по-моему, какая-то мисочка с омоложением, да? Омолаживающее зелье для питомцев. Надо 20 баллов набрать. Все, надо исполнять желание собачек. Потому что я хочу, чтобы она как можно дольше с нами была. А еще много дней вообще до взросления. 23 целых. Ладно. Мы успеем, я думаю, купить омолаживающее зелье. Собачка, ты можешь еще побегать? У тебя, кстати, помо... Посмотрите, как она смотрит на их общение. На общение рельки между кошечкой Муркой. И у нее вопрос создается. Что-то типа... Она общается с какой-то бездомной кошкой, но не со мной. Что-то как-то она мало бегает. Вообще. У нее, кстати, повышается активность. Или как это называется? Характер. А какие у нас характеры? А, у нас уже много характеров, я смотрю. Я боюсь, что она пропадет, эта кошечка. Кермет получает приглашение от Тони. Ну, давайте мы примем это приглашение. В 19 часов. Давайте после работы мы как раз отправимся на эту вечериночку. Надо логику повышать. Кстати, чувак, не надо уезжать на машине. Тут рядом в парке твоя жена. И в этом парке, я уверена, есть какие-то шахматы. Они обязаны. Как мило. Посмотрите, какое чудо. Общаются так. Так, а это семья, что ли, да? А, да. А они родственники. Надо тоже так поездить. Так, давайте поездим обязательно. Заканчивай с кошечкой общаться. В 19 часов вечеринка. У нас время еще есть. Она хочет раскрасить лицо. Может, что-нибудь уберем из желаний? Искать работу для ныряльщика в научном институте. В ратуше. Давайте в ратуше уберем. Я хочу лучше подружку найти, чтобы она была просто чики-пуки. Супер-пуперской. Ну, в общем, будем просто общаться. И, может быть, найдем, как-то у нас заладится. Отношения будут подниматься хорошо. И мы станем лучшими друзьями. Так, Кермит, ты что, место... А, ты здесь. Ты здесь катаешься. Что-то ты его не заметил в таком костюмчике. Подожди. Вы что, вместе? Слушайте, у нас вечеринка уже скоро лучше катается на коньках. Релька. Подожди. Вот нафиг общего у них столько. Слушай, ты сейчас с каким-то ирокезом тут каталась? А еще Кермита нашего. Ладно, окей. Кермит, заканчивай кататься. Давайте мы уже сразу отправимся к Тони. Но что путешествие предстоит долгое. Ну, может быть, и не такое долгое. Но, в принципе, они далеко живут. Где они? Да я даже найти их не могу. Они рядом с нашим домом, по-моему. Вот здесь, да. Отлично. Кстати, мы с родителями живем рядом. Это очень здорово. Посетить дом Коннорс. Вечеринка еще не наступила. Но мы придем раньше. Что, мы же родственники. Почему нам нельзя раньше прийти? А наша Арелька пускай отправится в книжный магазинчик. Вот он. И давайте мы купим книжечки. Нам нужно купить логику. Логика для мужа. Э, э, чувачки мои дорогие, ценные. Кататься, видимо... Слушайте, заканчивайте кружить. Вот она наша лучшая подружка, что ли. Телефон зазвонил, и они упали. Очень милый, конечно. Вы так долго будете крутиться? Давайте, заканчивайте. Все, отлично. Нам... Он кто-то звонит? Ладно, уж не хочу отвечать на телефон. Если что-то важное нам тут сообщат. Заканчивай кататься и отправляйся, пожалуйста, в книжный магазин. Ау-ау-ау-ау-ау. Я себе ногу отсидела, боже. А-ау-ау. Ладно. Ой, кстати, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, ребятушки. Я тут кое-что заметила. Цветочки на земле. Надо собрать их. Все, телефон уже перестал звонить. Запозднилась как-то с ответом. Давайте соберем. Они могут стоить достаточно дорого. Помните, как мы собирали цветочки и получали немалые деньги? По-моему, там 140 максимум было. Но 140 это тоже неплохо. Итак, мы уже начали общаться с Тони. У нас такой костюмчик. Может сменим его, что ли? Мне, кстати, говорили переодеть симов. Я могу переодеть их, конечно, да. Потому что эта одежда сохранилась с первого сезона. Уседневная одежда. Поэтому мы можем переодеть их. Так, давайте мы зайдем домой. Нас же пригласили домой. Посетить дом. С Кесси что-то не то. Писать, побегать, следовать. Где наша Релька? Она в душе. Она в туалет решила пойти. Нам нужно покормить нашу собачку. Может Кесси вернется домой? Она же умная девочка. Я думаю, справится. Потому что кормить, конечно, мы ее можем угощениями. Ну, тут можно угощать собачку, если она голодная. Да и вообще просто можно. Не обязательно, что она должна быть голодной. Вот. Ну, я думаю, ей лучше поесть корм какой-нибудь. Тут, кстати, до сих пор эта кошечка гуляет. Вот, бобзик мой хороший. Надеюсь, она не уйдет. Я думаю, мы сейчас сходим, собираем цветочки. Сходим в книжный магазинчик. И пообщимся до конца с этой кошечкой. Ого, 600! Нет. 140 это еще... 200! Боже мой, на этих цветочках можно реально разбогатеть. Как-то легко в 73 заработать. Вообще. Не составляет труда никакого. 140 это как-то я вообще очень мало сказала. Максимум, блин. Книжный магазин, по-моему, вот. Отправлю себя в книжный магазин, купи книги. А я хочу последить за кошечкой, которая тут гуляет. Надеюсь, она никуда не ушла. Опять нам кто-то звонит. Боже, ну что такое? Ну что ж ты будешь делать с этим? Давайте мы ответим. А ответим и посмотрим, кто нам звонит. И потом отправимся... Так, Хилвин Коннорс... Конечно, поболтаем. Блин, дайте нам книги купить, а? А то все вообще никто не дает. Ну ничего, сейчас поболтаем со своим папой. Папа это святое. Надо поговорить с ним. Потому что вдруг он хочет что-то нам интересно рассказать. Я что-то кошечку потеряла. Она, по-моему, ушла куда-то. Слушайте, неужели кошечка уехала? А, нет, она тут спит, моя зайка. О, боже мой, как мне ее жалко. Надо с ней поднять отношения. Мы сможем за эту серию с ней поднять отношения? Окей, с Хилвином не будем общаться. Потому что время у нас на исходе. Мы и зашли к ним домой вообще? К нашим родственникам? К родственникам? Ага, зашли. Мы на кухне. Тут что-то... Что это за костюм такой? Нет, подожди. А, это у нас такой официальный. Надо точно керми-то переодеть, я не знаю. Странно он выглядит. Так, ребятушки, вы где тут? Тут сиреночка. Давайте с сиреночкой пообщаемся. Может быть, ей как-то все сложно делать домашнюю работу. Хотя, может, и не сложно. Как ты уже домашку сделала? 97. Скоро она закончит. Давайте мешать ей не будем. Ты что, Реша? И нам нужно купить логика. Первый том 50. И давайте логика... Второй том тоже купим. Ого, 500. Давайте пока только первый купим. Зачем нам столько томов? Мы еще не успеем их прочитать. Я в этом уверена. Мы, кстати, можем логику шахматным столиком поднимать. Ну, первая книжка не такая дорогая, поэтому мы можем почитать первую книжку спокойно. Так, Арелька, возвращайся, пожалуйста, назад в парк. Тебе вообще надо разрисовать лицо, у тебя есть желание. Ну, мы лучше пообщаемся с кошечкой. Она тут спит. А, давайте сначала разрисуем лицо. Кошечка немножко поспит, чу-чуточку. И потом мы вернемся. Блин, 57 миллионов стоит разрисовать лицо. Ну, ладно, хорошо, давайте разрисуем. Сделаем себе принцессу. У нас же все розовенькое, что бы лицо розовенькое не сделать. Сейчас мы нарисуем какие-то розовые художества. Мы же шли в парк, чтобы познакомиться с людьми. Завести друзей. Ну, что-то как-то вообще не задалось испечь хлеб. У нас тут есть печка. Здорово. Так, давайте мы пообщаемся с нашим родственником. А где отец Арельки? Ну, вот есть мама Арельки. Она все время в купальнике тут ходит по дому. Давайте поприветствуем ее дружески. Надеюсь, мы сможем ее поприветствовать, потому что она как-то стоит в таком месте, где будет сложно пробраться. Так, это что за дама у нас тут? Дорис какая-то, Хаманда. Подождите, Хамада. Хамада. Дорис Хамада. Дорис. Что вы тут делаете, а, Стония? Дорис. Она просто общается. Не обязательно что-то такое. Так, что-то у нас настроение плохое вообще. Слушай, ты куда пошла? Боже мой. Ты. Это я, на самом деле, сказала, типа там нету места, и они решили пойти вот в этот пустующий домик. На горе. Не, ну молодцы. Вообще. Нашли метод. И они еще так долго поднимаются. Так, домой мы не поедем. Сейчас мы поприветствуем нашу... Я не знаю, как они называются. Я не знаю, как они называются. Я вообще совсем не разбираюсь в родственниках. Ну, в общем, мамы своей жены. Да. И давайте мы поболтаем. Поболтаем. А. Теща? Ага, она теща, по-моему, для Кермита. Господи, я не знаю. Извиняюсь, я ошибаюсь. Давайте мы поболтаем. Критиковать плохую книгу. Давайте покритикуем. Так. И... Поговорить о книгах. Вринский, Кейси. Ты что так долго добираешься до дома? Несчастно. Она что, пешком шла? Боже мой, ребята, что это такое вообще? Дорогая, ты не могла на такси поехать? Вот они могут выбрать такси на воде, но на земле они не могут поехать на такси. Ммм, Кейсичка моя, драгоценная. Давай быстрее до дома. Мы сейчас у тебя и общение, и разрушение, и естественная нужда. Ты хоть дома писай, все, все равно. Пописываем дома, не будем ходить наружу. Давайте пописываем вот здесь, вот только не рядом с ковром. Можно где-то тут пописать. Писать здесь. У нее, кстати, развивается не очень хороший навык от этого. Ну, как бы, по-моему, неряха, что ли, называется. Дорогая моя, пописай тут, и ты сейчас будешь кушать. Корма у тебя полно. Так, и разрушение. Потом поиграешь с игрушками. Окей, что-то я вообще забыла про собаку. Что это вообще такое? Так, мы нарисовали на лице какие-то... Что это такое, боже... Это что-то у нас с нашим лицом? Ой, да е-мое! Его только испортили! Да, существует такая возможность... Сотворить такое чудо с лицом нашим. Это, конечно, очень смешно получилось. Это какой-то, наверное, там сидит в этой пудке какой-то неумеха. И мы попались на него. Давайте сейчас сфоткаемся. Так, нам нужно пообщаться с кошкой. Кошка, конечно же, ушла. Кошечка, конечно же, куда-то ушла. Пока мы там рисовали лицо... О, позвать питомца. Это как будет? Она придет? Она тут рядом находится? Если... Ой, я надеюсь, это сработает. Это уже как-то быстрый день прошел. Уже почти 12 часов. А, так вот она наша! Зайенька, не уходи, пожалуйста, никуда. Вот у нас тут такой коричневый комочек ползает. Ползает, господи. Ходит. Давайте мы с ней поболтаем. Поднять питомца. А мы можем перенести ее к нам домой? Вообще, проще было сделать, взять ее и перенести. В общем, Кермита мы отправляем домой. И сейчас будет наша Релька общаться всю ночь с кошечкой. Надеюсь, ты спать не хочешь? Хочет она спать. Блинский. Ну, давайте мы наплюем на ее бордость и пообщаемся с нашим урочкой. Бу-дю-бу-дю-бу-дю-бу. В общем, короче, да. Блин, это много времени займет, наверное. Поднимать отношения с кошей. Она даже не дается. Да ладно тебе. Мяу-мяу-мяу. Ты моя мяу-мяу-мяу-мяу. Ну, иди как мило. В общем, коротушки, да. Коротушки, ребятушки, мы продолжим общаться с кошечкой в следующей серии. Потому что я сейчас уже в серии... Ты куда пошла? А что мы делаем? Это как это? А, преследовать? Это мы просто играемся. Я уже подумала, что кошка убежать хотела от нас. В общем, короче, мы продолжим общаться с кошечкой в следующей серии. Спасибо за просмотр. Да, пришли за подружкой. А уйдем с кошечкой. Ну, в общем, короче, и так получилось. Ну, возможно, мы ее... Получится ее как-то приручить. В общем, опять пошел у нас дождик, как и обещали по прогнозам. Насчет кошки мы подумаем. Потому что нам нужно обсудить это с мужем. Обязательно я, кстати, заметила, что рельки не раскрашены. То есть не исполнилось желание, к сожалению. А мы потратили 7 миллионов на этот долбаный разрисование лица. Боже мой, 50 миллионов, а? Ладно, ничего, мы не на цветочках неплохо заработали. На самом деле, вообще, даже работать не нужно. Иди в парк и собирай цветочки. Вон тебе и работа. Вообще замечательно, конечно. На самом деле, 7-3 реально как-то легко заработает, на мой взгляд. И даже, возможно, деньги потом некуда будет тратить. Если ты будешь постоянно собирать цветочки, тебе накопятся там миллионы. И куда ты эти деньги денешь? Благотворительностью только заниматься. В общем, ребятушки, до скорых встреч. Увидимся в следующей серии. Будем продолжать общаться с кошечкой. И, кстати, у нас же выходные. Надо будет устроить какой-нибудь с мужем романтический вечерочек. Пообщаться с ним. Переодеться нам надо будет еще обязательно. Вот, кстати, рельки холодно, к сожалению. И мы, наверное, не успеем дообщаться. Ну, ладно, ничего страшного. Я надеюсь, она никуда не денется. И, ну, просто интересно, если мы поедем назад домой, она куда-нибудь денется? Или будет также гулять в этом парке? Она будет гулять по городу? В общем, кто ее знает? В любом случае, мне кажется, мы не успеем ее приручить. Поэтому нам нужно отправляться домой. Дай бог, чтобы мы ее еще раз встретили. Мы можем ее встретить. Вероятность такая есть. Все, пока, ребятушки. Увидимся в следующей серии. Так, с нашей кейси надо будет пообщаться. Обязательно. Но сейчас она сладко-сладко спит, поэтому все хорошо. Обязательно мы с ней пообщаемся. Всем пока. Целую. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok